Время требует все новых открытий, все новых дорог в завтрашний день и от каждого человека, и от содружества государств, объединенных общими целями. Совету экономической взаимопомощи 35 лет. Срок для истории почти незаметный, но за это короткое время Международная экономическая организация социалистических стран добилась впечатляющих успехов на решающем экономическом фронте соревнования с капитализмом. Объем промышленного производства стран-членов СЭФ за эти годы увеличился в 14 раз. Они производят примерно треть мировой промышленной продукции. Их национальный доход составляет четверть мирового национального дохода. И это достигнуто государствами, население которых всего лишь десятая часть жителей земли. Вспомним время рождения Совета экономической взаимопомощи. Это были трудные годы. Советский Союз и освобожденные от фашистского ига страны Европы, ставшие на путь социализма, возрождали разрушенное войной народное хозяйство. И в этот момент империалистические силы развязали холодную войну. Советскому Союзу и странам народной демократии капиталистический мир объявил бойкот в торговле и экономических отношениях, пытаясь подчинить своей воле ход мировых событий. Без взаимной поддержки немыслимо было справиться с разрушительными последствиями Второй мировой войны, а молодым социалистическим странам преодолеть отсталость, наследие капиталистического строя. Именно в этих условиях по инициативе братских марксистско-ленинских партий был образован Совет экономической взаимопомощи и положено организационное начало развитию объективного исторического процесса экономического сближения социалистических стран. Это произошло в 1949 году. Братское Содружество государств – образец небывалых в истории отношений между странами. Они строятся на принципах социалистического интернационализма, полного равноправия, товарищеской взаимопомощи, коллективного сотрудничества во имя общих целей. Верные ленинским идеям интернационального единства социалистических наций, коммунистические рабочие партии проявляют повседневную заботу об укреплении взаимодействия, всемерном углублении связи между братскими странами. Новое яркое свидетельство этому – состоявшееся в середине июня 1984 года в Москве экономическое совещание стран-членов ЦЭФ на высшем уровне. Это крупнейшее событие не только в истории мирового социализма, но и всего международного коммунистического и рабочего движения. В работе совещания участвуют делегации. Народные республики Болгарии, руководитель делегации Тодор Живков, генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии, председатель Государственного совета республики. Венгерской народной республике, руководитель делегации Яна Шкадер, первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии. Социалистической республики Вьетнам, руководитель делегации Ле Зуан, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнам. Германской демократической республики, руководитель делегации Эрих Хонекер, генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, председатель Государственного совета Германской демократической республики. Республики Куба, руководитель делегации Карлос Рафаэль Родригес, член политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы, заместитель председателя Государственного совета и совета министров республики, постоянный представитель Республики Куба в СЭФ. Монгольской Народной Республики, руководитель делегации Юмжагин Цеденбал, генеральный секретарь ЦК Монгольской Народной Революционной Партии, председатель Президиума Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики. Польской Народной Республики, руководитель делегации Войцех Ярузельский, первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, председатель Совета Министров Польской Народной Республики. Социалистической Республики Румынии, руководитель делегации Николая Чаушеску, Генеральный секретарь Румынской Коммунистической Партии, президент Социалистической Республики Румыния. Союза Советских Социалистических Республик, руководитель делегации Константин Устинович Черненко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической Партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Чехословацкой Социалистической Республики, руководитель делегации Густам Гусак, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, президент Чехословатской Социалистической Республики. Совещание открыл приветственную речу генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Чернинко. На московском совещании был обобщен богатейший опыт экономического сотрудничества социалистических стран, выработана долгосрочная стратегия согласованных действий, подтверждена готовность сотрудничать со всеми государствами в целях оздоровления экономических отношений и укрепления международной безопасности. Велико многообразие сотрудничества стран СЭП. Это общий курс на интенсификацию экономики, ускорение научно-технического прогресса, забота о повышении благосостояния народа, выравнивание уровней экономического развития стран-членов СЭП. Это и совместное решение возникающих проблем, опора на помощь друг друга. Все это черты современной экономической интеграции. Общими усилиями братских стран решается одна из острейших проблем современного мира, проблема энергоресурсов. На основе мощной индустриальной базы в странах Содружества сооружены крупные тепловые и гидроэлектростанции. Создана объединенная энергосистема МИР. Проложены нефть и газопроводы Дружба и Союз. Но все ускоряющиеся темпы жизни требуют освоения новых энергоисточников. Приоритетное направление в их сотрудничестве заняла атомная энергетика. Дело строительства и освоения атомных электростанций – всенародное дело. Это слова Игоря Васильевича Курчатова. При его жизни зародилось международное сотрудничество социалистических государств по использованию энергии атомов в мирных целях. Теперь это величайшее научное достижение советского народа стало достоянием и стран Совета экономической взаимопомощи. Несколько лет назад у села Пакш началось сооружение первой в Венгерской народной республике атомной электростанции. В сотрудничестве с Трансев она как бы продолжила социалистическую кооперацию в строительстве атомных электростанций. Не каждому, даже высокоразвитому государству под силу одному создать столь сложный энергетический объект, в котором нашли воплощение новейшие достижения науки и техники. Сооружать Пакшскую АЭС в Венгрии помогали рабочие специалисты Советского Союза, Польши, Чехословакии, Германской демократической республики. Но братская взаимопомощь проявилась еще шире. Проект атомной электростанции был разработан в Киеве. Чехословакия поставляет реакторные блоки. Турбины изготовлены в Харькове. Польша прислала теплообменники. Болгария, защитные устройства. Специальные краны сделаны в ГДР. Вот в этом как раз и проявились преимущества кооперирования и международного социалистического разделения труда. Чехословакскому производственному объединению «Шкода», так же как и советскому заводу «Атоммаш», поручена ответственная роль изготовителя основного оборудования для атомных электростанций. Теперь и Чехословакия освоила выпуск энергоблоков мощностью в 1 миллион киловатт. Такой исполин дает в год столько электроэнергии, сколько ее вырабатывают тепловые станции при сжигании 2 миллионов тонн обычного топлива. По своим масштабам кооперирование стран-членов СЭФ в области атомного машиностроения не имеет примеров в мировой практике. Производство ядерной техники, говорит Йозеф Краловец, главный специалист завода, стало ярким свидетельством социалистической и экономической интеграции стран СЭФ. За прошедшие 10 лет объединение «Шкода» выпустило 6 комплектов ядерных реакторов, успешно пущенных в эксплуатацию. Атомные электростанции сооружаются во всех европейских странах СЭФ и на кухню. Ожидается, что в 90-м году их общая мощность достигнет 100 миллионов киловатт. Это реальный вклад в решение топливно-энергетической проблемы. Целесообразность единого курса стран социалистического содружества, но ускоренное создание независимой энергетической базы подтверждена самой жизнью. Они оказались единственной промышленно развитой зоной планеты, которая успешно противостояла влиянию энергетического кризиса, потрясшего капиталистический мир. Согласованность действий социалистических государств, взаимопомощь, позволяют противостоять мировым негативным процессам и тем странам содружества, экономика которых пока еще не достигла уровня европейских стран СЭФ. Республика Куба. Первая в западном полушарии социалистическая страна. Четверть века она подвергается бойкоту, политическому шантажу, экономической блокаде, угрозам прямого военного вмешательства со стороны самой сильной и самой агрессивной державы капиталистического мира, Соединенных Штатов Америки. Но Куба не одинока. Сюда, через океан, дружественные страны направляют все необходимое ее развивающемуся народному хозяйству. Многое из того, что получает Куба, со временем будет производить ее собственное промышленность. Помощь братских государств имеет решающее значение для кубинского народа, который своим героическим трудом преодолевает колониальное наследие, экономическую отсталость. Неизменно возрастает взаимовыгодность сотрудничества. Странам СЭФ Куба все больше поставляет сахара, цитрусовых и других товаров традиционного экспорта. На богатейших в западном полушарии месторождениях никеля и кобальта сооружается гигант кубинской промышленности, горно-металлургический комбинат. В республике создаются и новые отрасли промышленности, в том числе перспективные, электроника, электротехника, нефтехимия. Научно-техническое сотрудничество стран СЭФ охватывает буквально все отрасли народного хозяйства социалистической Кубы. От венгерских друзей она получает готовые узлы и детали знаменитого автобуса Икарус. Здесь на Кубе собирают его тропический вариант. Советские конструкторы помогли облегчить тяжелый труд тысяч мачетерос, рубщиков сахарного тростника. Теперь заводы республики выпускают высокопроизводительные тростниково-уборочные комбайны. Для Латинской Америки Куба стала примером удивительных успехов в области народного образования и медицины. В стране 42 высших учебных заведения, до революции их было три. По свидетельству ЮНЕСКО, уровень ее здравоохранения среди развивающихся стран самый высокий. Республика Куба вступила в мировой атомный клуб. Теперь и здесь, как и в европейских странах Совета экономической взаимопомощи, развивается атомная энергетика. Куба строит свою первую атомную электростанцию. С помощью друзей кубинскому народу открыт путь к социальному и экономическому процветанию. Совершается исторический процесс выравнивания на уровне европейских стран СЭФ экономик менее развитых государств братского содружества. Пожалуй, нигде в современном мире не было столь очевидного саморазоблачения мифа-колонизаторов об их благородной цивилизаторской миссии, как во Вьетнаме. Здесь, на юге, еще видны следы преступной американской агрессии, выжженная, отравленная, израненная многострадальная земля. Опираясь на постоянную поддержку стран СЭФ, экономика Вьетнама быстро возрождается. После воссоединения на юге республики тысячи гектаров недавней целины занимают плантации каучеконосной гивеи. К 1990 году они раскинутся на площади в миллион гектаров. По всей стране кооперированные хозяйства завоевывают все большее доверие у вьетнамских крестьян. Растут урожаи основного продукта питания населения, риса. В последние годы Вьетнам не закупает его в других странах. Появляются новостройки, и это тоже помощь друзей. Мост Тхан Лонг, мост дружбы, уникальное инженерное сооружение. Его строили советские и вьетнамские специалисты. Он соединил центр страны с ее отдаленными провинциями. Новая теплоэлектростанция Фоллайн. Она улучшила электроснабжение промышленных предприятий и жилых домов, дала ток ирригационным системам, угольным шахтам. Но самое главное, она поможет ускорить строительство еще более мощного источника энергии гидроузла Хаубинь на реке Черное. А он будет крупнейшим во всей Юго-Восточной Азии. Многие советские монтажники прошли хорошую школу гидростроительства на могучих сибирских местах. Они помогают вьетнамцам стать высококвалифицированными рабочими из самых различных профессий. Для этой предельно ткацкой фабрики оборудование изготовили Венгрия и ГДР. Объем экспорта пока еще невелик, но уже и сейчас ее изделия поступают и в страны Совета экономической взаимопомощи. Жизнь вьетнамского народа всегда была связана с морем. Но век научно-технического прогресса приносит с собой новые, необычные связи. В порт Вунгтаун из европейских стран СЭФ доставляются тысячи тонн грузов. По мнению геологов, континентальный шельф Южного Вьетнама богат залежами морских полезных ископаемых. Для их разведки и освоения здесь создаются охорные базы. Скоро здесь поднимутся стальные острова наподобие тех, что в Каспийском море. С Каспия сюда уже прибыли мастера морской нефтеразведки. Они окажут содействие в создании нефтедобывающей промышленности в Социалистической Республике Вьетнам и тем помогут поднять на новую ступень ее экономику. Всестороннее сотрудничество особенно плодотворно отразилось на судьбе монгольского народа. За несколько десятилетий, перешагнув целую историческую эпоху капитализма, Монгольская Народная Республика превратилась в аграрно-индустриальную социалистическую страну. На этот путь она вступила вслед за Советским Союзом и Советский Союз первым стал оказывать ей братскую помощь. Ее социально-экономические достижения огромны. Сейчас в Монголии всеобщая грамотность населения. По числу школьников и студентов она опередила многие развитые капиталистические государства. Уже многие годы здесь работает международная геологическая экспедиция, созданная по решению Совета экономической взаимопомощи. Геологи Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, СССР, Чехословакии, Кубы, Румынии открыли на территории Монголии более 500 различных видов полезных ископаемых, в том числе и редких металлов. Вблизи богатейших залежей медно-малибденовых руд поднялся город Эрденет. Его горно-обогатительный комбинат крупнейший на азиатском континенте. Это совместное монголо-советское предприятие. Геологическая экспедиция Совета экономической взаимопомощи обнаружила огромную природную кладовую каменного угля в Багануре. Это самые крупные открытые разработки в Монголии. Будущие машинисты шагающих экскаваторов учатся мастерству у советских инструкторов. На небольшой глубине, но на многие километры здесь тянется мощный каменно-угольный пласт. 6 миллионов тонн угля в год. Этого богатства хватит надолго. Багануру предназначено стать новым центром крупного экономического территориально-производственного комплекса страны. Многосторонние связи народной Монголии с братскими странами придают ее экономике все более индустриальный облик. При содействии социалистических государств появляются новые предприятия пищевой, консервной промышленности. В Монголии, стране традиционного животноводства, при содействии специалистов Германской Демократической Республики построен комбинат, выпускающий большой ассортимент мясопродуктов. Хорошая сырьевая база стала основой развития обувной промышленности. Создать ее помогли чехословацкие технологи. Они же подготовили и квалифицированные кадры для этой фабрики. Монгольским меховщикам большую пользу принес опыт болгарских специалистов. В Дархане построен меховой комбинат. Многостороннее сотрудничество и взаимопомощь стран СЭФ вносят в жизнь монгольского народа важные социальные перемены. Растет благосостояние людей, появляются новые интересные профессии, повсюду утверждается социалистический образ жизни. В крупных научно-исследовательских работах, проводимых странами СЭФ, участвуют и монгольские ученые. В то же время разработки важных национальных научно-технических программ содействуют ученые других социалистических стран. По развитию культуры, достижениям медицинской науки, Монголия вышла на одно из первых мест в Азии. Без всестороннего развития научно-технического прогресса были бы немыслимы достижения стран-членов СЭФ. Третья часть всех деятелей мировой науки работает в крупнейших научных центрах этого содружества. Ученые вносят огромный вклад не только в решение актуальных народно-хозяйственных задач. Они участвуют во всех международных научно-технических проектах, затрагивающих интересы всего человечества. Ракета идет на старт. Она поднимет в космос человека-исследователя. Уже более 20 лет Советский Союз делится со странами социалистического содружества своими достижениями в области изучения и освоения околоземного космического пространства. Государства, входящие в Совет экономической взаимопомощи, сотрудничают по международной программе Интеркосмос. И все эти годы Советский Союз, другие социалистические страны последовательно выступают против милитаризации космоса, против размещения в нем любых видов оружия. Всем заинтересованным государством СССР предоставляет космическую исследовательскую технику, специалистов и преподавателей, учебные лаборатории Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На околоземных орбитах в составе международных экипажей в качестве космонавтов-исследователей побывали представители всех стран-членов СЭФ, а также граждане Франции и Индии. В каждом орбитальном комплексе на летающих лабораториях установлены приборы и аппараты, созданные учеными многих стран. Для съемок земной поверхности космонавты пользуются специальной фотоаппаратурой, изготовленной народным предприятием Карл-Цейс-Ена в Германской Демократической Республике. Здесь же сконструирован многозональный проектор. Применяя различные фильтры, можно выявлять залежи полезных ископаемых, изучать распределение водных ресурсов. Такие исследования необходимы метеорологам и специалистам сельского хозяйства. В современном сотрудничестве стран-членов СЭФ особое место занимает их совместные программы, направленные на всемерное ускорение научно-технического прогресса и прежде всего на разработку и широкое внедрение в народное хозяйство новейших средств электроники и автоматики. Сегодня уровень их развития, пожалуй, самый убедительный критерий технической зелости любого государства. Неудивительно, что эта международная специализированная выставка в Москве вызвала живой интерес. Электроника – это новейшая радиоаппаратура, автоматизация производства, это сложнейшие расчеты исследования в науке, технике, экономике, социологии. Без электронной техники в конечном счете трудно достигнуть желаемого уровня благосостояния народа. И в производстве электроники широко используются принципы специализации и социалистического кооперирования. ИЗОТ, так называется крупнейшее в Болгарии объединение, выпускающее электронную технику. Помощь братских государств подняла экономику Народной Республики Болгарии, в прошлом отсталой аграрной страны, до уровня высокоразвитых индустриальных государств мира. Она стала самым крупным экспортером электронного оборудования в страны Содружества. Современная вычислительная техника, созданная в Болгарии, становится все более конкурентно способной на мировом рынке. Конструкторы разрабатывают новое поколение ММ, отвечающие всем требованиям мировых стандартов. О том, какие возможности, заложенные в миниатюризации электроники, выяснилось относительно недавно. А теперь микропроцессоры, так назвали эти приборы, применяются повсюду. Для технологов это глаза и уши, это средства анализа, контроля, измерения, управления. Без микропроцессоров невозможно создать современные автоматизированные системы управления, АСУ. Их используют на химических заводах. Они контролируют искусственную погоду в теплицах, применяются в горнодобывающей промышленности. И на Уренгое можно встретить автоматизированную систему управления добычей газа. Автоматизация и механизация все больше проникают и в такие области ручного труда, где давно назрела необходимость их применения. Румынские и болгарские конструкторы создали типовой механизированный склад, достоинство которого очевидно. Автоматизация распространяется и на сферу высококвалифицированного промышленного труда. На румынском заводе электроаппаратаж работу опытных мастеров, которые были заняты на особо точных операциях, теперь выполняют станки с числовым программным управлением. Румыния получает их от других стран СЭФ в обмен на свою продукцию. Теперь уже ни одно машиностроительное предприятие не может обойтись без автоматических линий станков с ЧПУ. Они помогают ускорить интенсификацию производства, поднять его эффективность. В будущие пятилетки только в Советском Союзе парк таких станков увеличится на 110 тысяч единиц. А это с полным основанием можно считать завтрашним днем промышленного производства. В странах СЭФ как и во всех высокоразвитых в промышленном отношении государствах мира быстрыми темпами развивается робототехника. Неоценима польза, которую могут принести роботы и манипуляторы в сфере материального производства. Они будут трудиться всюду, где возможности человека уступают природе, где человеку выгоднее найти себе замену, чтобы посвятить себя более важным и творческим делам. Призвание роботов, как понимают эту проблему в социалистических странах, не только облегчить труд человека, но, говоря словами Маркса, всемерно гуманизировать его. Научно-технический прогресс ведет к изоляции личности, ее отчужденности от общества, утверждают западные социологи. Нет, говорим мы, природа социализма общественна, проникнута духом коллективизма. Именно поэтому развитие научно-технического прогресса в социалистических странах объединяет не только отдельных людей, но и трудовые коллективы. В прямых непосредственных связях участвуют три с половиной тысячи предприятий стран Совета экономической взаимопомощи. «Я работаю монтажником», говорит Ганс Херлингюй. «У многих бригад нашего завода Марцан в Берлине тесные отношения с московским красным пролетарием. Мы соревнуемся, ежегодно обмениваемся рабочими бригадами. Такие контакты я считаю очень полезны. Они укрепляют нашу рабочую дружбу». Разные города и страны. Разные люди, говорящие на разных языках. Но у всего социалистического содружества единая цель – высокая благородная цель, поставленная братскими коммунистическими и рабочими партиями – улучшение жизни каждого человека, повышение его благосостояния. Внимание промышленности странцев направлено на резкий подъем производства высококачественных потребительских товаров, в том числе электробытовых приборов, цветных телевизоров, современной радиоэлектронной аппаратуры и, безусловно, легковые автомобили. Каждые 20 секунд с конвейера Волжского завода в Тольятти сходят новые «Жигури», «Лады», «Ниви». И в каждой из них труд и мастерство не только советских автомобилестроителей, но и многих коллективов самых разных предприятий стран социалистического содружества. Кооперационные связи здесь особенно наглядны. Из Польши идут вентиляторы, термостаты, амортизаторы, датчики и фонари. Генераторы, стартеры, фильтры болгарские. Оптические элементы из Чехсловакии, радиоприемники, приборы венгерские. Аккумуляторы поставляет Югославия. Она активно сотрудничает с Советом экономической взаимопомощи на основе специального соглашения. Действительно интернациональная машина. И популярность у нее международная. Высокий уровень развития производительных сил в странах Содружества ускоряет рост их национального дохода, значительная часть которого идет на повышение народного благосостояния. В социалистических странах Совета экономической взаимопомощи эта доля достигает 80%. Благодаря этому реальные доходы на душу населения выросли в пять раз. К этому следует добавить, что за последние десятилетия построено около 30 миллионов квартир. Их получили почти 100 миллионов человек. Совет экономической взаимопомощи организация открытая для сотрудничества со всеми государствами независимо от их общественно-политического строя. Финляндская республика первое капиталистическое государство, которое уже более 10 лет принимает участие в экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Советом экономической взаимопомощи. Финские деловые круги такое сотрудничество считают исключительно выгодным для себя. Довольно этим и другая сторона социалистические государства. Фирма Мультилифт выпускает различные сменные кузова для грузовых автомобилей. Такие системы универсальны, удобны, экономят время, особенно в сельскохозяйственном производстве. В лесных хозяйствах стран-членов СЭФ и, главным образом, в Советском Союзе хорошо знают машины и механизмы фирмы Рау-Мареппола. Акционерное общество Вертселя основано 150 лет назад. Мировой известностью пользуются ее судостроительные фирмы. Многие годы это крупнейшее предприятие Финляндии сотрудничает с внешнеторговыми организациями СССР. Для Советского Союза здесь строятся высококлассные корабли самого различного назначения. Товарооборот между Финляндией и странами Совета экономической взаимопомощи вырос почти в шесть раз. Для нашего фильма дал интервью министра внешней торговли Финляндии господин Лайене. За годы сотрудничества со странами СЭФ сказал он мы приобрели очень хороший положительный опыт. Уверены, что имеем возможность поднять уровень торговых отношений с этими государствами. мы надеемся, что соглашение Финляндии с СЭФ будет и впредь приносить взаимовыгодные плодотворные результаты. Мы видим в этом линию, которая будет способствовать развитию международных связей, расширению их многоплановости. Растет международный авторитет Совета экономической взаимопомощи. СЭФ является наблюдателем в организации объединенных наций. Во время своего официального визита в Москву генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер посетил секретаря ЦЭФ. В ходе беседы секретаря Совета Вячеслава Сычева и Переса де Куэльера был отмечен позитивный вклад Совета экономической взаимопомощи в оздоровление международных экономических отношений, что способствует реализации целей организации объединенных наций. Совет экономической взаимопомощи имеет соглашение о сотрудничестве также с Мексикой, Ираком, Никарагуа, поддерживает постоянные связи с более чем 60 международными экономическими организациями. ЦЭФ оказывает экономическое содействие 96 развивающимся государствам Азии, Африки, Латинской Америки и прежде всего странам социалистической ориентации. Мир не раз убеждался в искреннем стремлении стран ЦЭФ к развитию взаимовыгодных международных экономических связей. Большинство государств с одобрением встретили крупнейшие соглашения о строительстве экспортного газопровода Западная Сибирь, Западная Европа. Деловые круги, многие общественные деятели расценили контракт газ-трубы как серьезный фактор улучшения политического климата в мире. В сооружении экспортной магистрали участвовал не только Советский Союз, но и те страны, члены СЭФ, которые приобрели большой опыт совместной работы на строительстве нефти и газопроводов Дружба и Союз. Теперь сооружение газопровода завершено и все, что вы видите, стало историей, достоянием киноледописи. Но в то время, когда стройка еще продолжалась, была сделана попытка превратить этот пример сотрудничества в духе разрядки, в повод для разжигания антикоммунистической истерии, использования экономических рычагов в качестве политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Администрация Соединенных Штатов Америки запретила капиталистическим фирмам отправлять в СССР дефицитные газоперекачивающие агрегаты и другое оборудование. Этому вероломному замыслу социалистические страны противопоставили свою сплоченность и взаимопомощь. Вместе с советскими строителями в одной братской семье самоотверженно трудились рабочие специалисты Германской Демократической Республики, Чехословакии, Польской Народной Республики. В решении внезапно возникших сложных технических задач приняли участие ведущие предприятия стран-членов СЭП. Инженеры и техники ГДР ускорили разработку газокомпрессорных агрегатов необходимых для бесперебойного хода строительства. Коллектив Невского завода имени Ленина обязался досрочно сдать газотурбинный агрегат мощностью 25 тысяч киловатт. Бригадир слесарей сборщиков Анатолий Шагин сказал Наш цех наша бригада работают над созданием новых более современных турбогенераторов для газопровода Уренгой Камары Уздоров Я уверен что мы справимся с заданием и сделаем свои турбины Эмбарго на поставку западного оборудования которое нам объявили Соединенные Штаты не остановит эту грандиозную стройку Администрация Рейгана не только подставила подножку себе описала о событиях тех дней американская газета Вашингтон Пост Падая она подтолкнула русских вперед Да, то была попытка подорвать международный престиж социалистических стран Империалистические силы используют любую возможность чтобы ослабить их экономику и расколоть единство В этом напоминает и то что произошло в самом начале 80-х годов в Польской Народной Республике Сейчас здесь жизнь вошла в нормальное русло Но тогда антисоциалистические силы стали угрожать самому существованию народной власти Когда эти действия были решительно пресечены США пошли на настоящую экономическую диверсию сделали все возможное чтобы усугубить тяжелое экономическое положение Польши Это был откровенный шантаж стремление вынудить ее правительство принять угодные для США За 35 лет говорит он мы перегрузили 250 миллионов тонн разных грузов Товарооборот социалистическими государствами стал еще более активным в последнее время в связи с экономическими трудностями которые переживает наша страна неудача в последнее в последнее в последнее в последнее в последнее в последнее последнее кризиса народная Польша выходит на путь уверенного подъема экономики заметно возрастает ее промышленный экспорт в страны СЭФ в том числе знаменитых селесских коксующихся каменных углей набирает темпы ее тяжелая промышленность наращивает производство металлургический комбинат в Катовице построенный при содействии Советского Союза по сравнению с первыми послевоенными годами промышленное производство Польши возросло в 40 раз в руках рабочего класса его авангарда Польской Объединенной Рабочей Партии будущее социалистической Польши день 1 мая трудящиеся Польской Народной Республики вышли на улицы Варшавы демонстрируя свою поддержку Польской Объединенной Рабочей Партии ведущей силы народа в борьбе социально-экономический прогресс ветераны народного войску польского соратники советских воинов-освободителей тех кто дошел до Берлина с победой и тех кто отдал жизнь земле 600 тысяч советских воинов погибли на польской земле у народной народной польской верные друзья надежные союзники в этом гарантия безопасности и незыблемости послевоенных границ польща только социалистическая Трудящиеся польской народной республики народы всех стран социалистического содружества поддерживают политику братских коммунистических и рабочих партий направленную на развитие устойчивых международных политических и экономических отношений между всеми государствами участники московского совещания единогласно одобрили важные программные документы заявления об основных направлениях дальнейшего развития и углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран-членов СЭФ и декларацию стран-членов Совета экономической взаимопомощи сохранения мира и международное экономическое сотрудничество в этих документах определены основные направления развития экономики и сотрудничества стран-членов СЭФ на период до конца нынешнего столетия подчеркнута настоятельная необходимость оздоровления международных экономических отношений на справедливой демократической основе в решениях московского совещания выражена твердая убежденность что никакие мировые проблемы включая исторический спор между социализмом и капитализмом не могут быть решены военным путем указан реальный путь к разрядке международной напряженности к предотвращению ядерной катастрофы в единстве действий братских марксистско-ленинских партий могучая сила содружества социалистических стран уверенность в завтрашнем дне сотен миллионов людей строителей нового мира до Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok